В 2004 году, хотелось бы отметить, уже решался положительный вопрос о выводе данных учреждений в Молдову, я имею в виду пеннициарных. Но на тот момент в ПГТ Прункул Республики Молдова уже были бы подготовлены помещения для принятия заключенных. Однако затем руководство Министерства юстиции на трес отказалось положительно решать этот вопрос. Скорее всего, конечно, это связано с политическим решением руководства Республики Молдова. В настоящее время мы будем обращаться в Министерство юстиции и в другие органы Республики Молдова все-таки о выводе данных учреждений. Хотелось бы отметить еще и тот факт, что, к огромному моему сожалению, а я к сожалению сограждан, в этой оперативно-следственной группе, как и в этих пеннициарных учреждениях, к сожалению, служат наши граждане. Жители города Бендер, врожденные бендерчане, и носят эту полицейскую форму одежды. И, конечно, пусть останется на их совести, но, наверное, это не совсем правильно. Приведу один пример. 1 апреля 2013 года в городе Бендеры, на котором мы с вами все присутствовали, на травмном митинге, посвященном памяти сотрудников милиции погибших 1 апреля 1992 года от рук полицейских. Отслеживали данные митинги, готовили доклад в МВД РМ, конкретно начальник штаба Бендерского городского комиссарта полиции Датской Игорь Петрович. Последний, просматривая выступление, участвующий на митинге, установил, что учащий сейчас средней школы номер 16, Романцова Яна, которая входит в военно-патриотическую организацию города Бендеры, является дочерью капитана полиции Романцова Евгения Николаевна. По данному факту ДЦКО доложил представителю ОКК от Республики молодого полковника Головач, а также направил информацию руководства МВД Республики Молдова, город Кишинев, о данной ситуации, о том, что дочь сотрудника участвует в таких митингах. Реакция руководства была резкой и однозначной МВД Республики Молдова. Уволить капитана полиции Романцову без всякой проверки и служебного расследования. При этом хочется отметить, что мнения сотрудников комиссариата все-таки разделились на тех, кто считает, что Романцова действительно надо уволить, на тех, кто считает, недопустимо вмешивать в политические дела детей и близких родственников. Хочется еще отметить, что все-таки несовершеннолетних детей, как я уже сказал, Яна Романцова и Денис Бузов – это несовершеннолетние дети. Данная информация еще раз подтверждает о том, что силовые структуры Республики Молдова готовы применять самые жесткие репрессивные меры ко всем жителям Приднестровья, независимо от политического убеждения, возраста, места учебы и работы. Вот вкратце ситуация в отношении, взаимоотношения между полицией и милицией в городе. Моя позиция как главы государственной администрации, принявшей решение о недопущении хождения по городу сотрудников полиции в полицейской форме, остается неизменным и будет исполняться. Также будут все-таки предприниматься все возможные меры дипломатического характера до решения вопроса о выводе тюрем и других незаконных формирований Республики Молдова, находящихся на нашей территории. Варенство по Конституции, как Вы это отметили, Приднестровская Молдовская Республика по Конституции относится к ПМР. Однако там развивается Триковор, там жители не голосовали за референдумы за вхождение в ПМР и до сих пор там премареи, то есть местная власть Молдовы. Чтобы проехать, это для наших зрителей, которые не знают нашей ситуации в целом, чтобы проехать из Биндерна и Крайон Севера, нужно проехать через село Варнице, которое находится под юрисдикцией, как это считают, Республики Молдова. В свое время, в 90-х годах, Народный фронт Молдовы именно через Варнице организовал так называемый поход, чтобы установить Триковор над знанием Биндерского горсовета. Не планируем ли мы какие-то действия, чтобы все-таки Варнице перешла в лоно Приднестровской Молдовской Республики? Такие действия предпринимались и предпринимаются, просто сегодня эти действия предпринимаются более взвешенно, более продуманно и настойчиво. Министерство странных дел, в свою очередь, озвучивает данную проблематику в формате переговорного процесса, и благодаря Министерству странных дел Приднестровской Молдовской Республики за прошедший год, на мой взгляд, успехов достигнуто гораздо больше, чем за многие годы, прошедшие до 2012 года. Мы настроены дружелюбно, мы мирные граждане, но мы хотим призвать и соседствующие государства, и граждан Республики Молдовы уважительно относиться к Приднестровской Молдовской Республике, к ее Конституции, к ее гражданам. Мы такие же люди, и также хотим развиваться и жить в свободной стране, как этого хотят и граждане Республики Молдова. Поэтому, на мой взгляд, наиболее преминым вариантом было бы и более честным, это Республики Молдовы признать все-таки независимость Приднестровской Молдовской Республики без устройства всяческих границ, блокпостов и всего остального. И, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить миротворческий формат Российскую Федерацию, которая не имеет аналога в мире. Это более 20 лет бескромной миротворческой операции. И благодаря Российской Федерации здесь поддерживается мир, и он будет. Спасибо. А число миротворцев в Бендерах не выросло? Число миротворцев не выросло и вырасти не может, потому что все страны все-таки гранты и военные наблюдатели за этим наблюдают, и соблюдается тот паритет, который был установлен в взаимно подписанных соглашениях и документах. Юрий Иванович, успокойте, пожалуйста, всех наших жителей города Бендер и, естественно, тех, кто смотрит, слушает и читает. Так все-таки, насколько вероятна, по вашему мнению, возможность вооруженного конфликта? Возможность вооруженного конфликта невероятна совсем. Ни под какими предлогами та же Республика Молдова понимает, что уже не 92-й год. И в Приднестровской Молдавской Республике достаточно сил и средств для того, чтобы дать достойный отпор не на своей территории.